Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Пивезли мы с Ташцепского района. Пик продаж, ну как я думаю, начнется ближе к выходным, ну это числа 25-го. Чаще всего берут квартирный стандарт, там где-то 2-2,5 метра. Продавцы считают, что самое ходовое вечно зеленое дерево – это пихта. Она не только дольше всех войных простоит в квартире, и ее мягкие иголки совсем не колются. Так еще пихта источает более изысканный аромат, чем любое другое хвойное дерево. Жители города уже сегодня штурмуют елочные базары в поисках новогодней красавицы. Она пахнет, особенно пихточкой, она пахнет лесом, Новым годом. Пихточку, конечно. Почему? Ну как, почему? Во-первых, аромат. Это же лес. Это же чудесно. Искусственная елка – это искусственная елка. Живая елка, и да. Та елка, которая на Новый год в дом приносит, ну какую-то радость. Допустим, пахнет елью, пихтой. Кстати, купить нарядную пушистую красавицу к приближающимся новогодним праздникам можно по улицам. Пушкина, Катя Перекрещенко, Аскизка, Карла Маркса и другие. Подробную карту расположения елочных базаров вы видите на своих экранах. В связи с новогодними праздниками 31 декабря в Абакане еще две улицы станут пешеходными. На улицах Ивана, Ярыгина и Ленинского комсомола от улицы Советской до Пушкина ограничат движение с 4 до 8 часов вечера. Пешеходная зона обозначит временными дорожными знаками, а общественный порядок будут обеспечивать сотрудники ГИБДД. Ограничения в первую очередь вводятся для безопасности жителей города в канун праздника, ведь именно в Черногорском парке состоятся массовые гуляния. Всего вам самого наилучшего! Смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1» и встречайте Новый год вместе с «Вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова